Великое знамение Вблизи наблюдающий скрытый мир Алейми Гайб И путешествующий в нем разумом и сердцем заинтересуется Узнать бы, а что же говорит сокровенный мир? И с любознательностью постучиться и в эту дверь со следующей мыслью Физически видимый мир убеждает в том, что за завесой невидимости присутствует могущество Желающее языком действий дать знать о себе Через свои бесчисленные великолепные и очаровательные создания И дать себя полюбить через свои сладостные, прекрасные и нескончаемые дары И бесконечную милость И дать познать свое скрытое совершенство Посредством своих неисчислимых дивных и искусных творений А если так, то конечно Подобно тому, как это могущество говорит о себе Своими деяниями и через свои творения Так же оно будет говорить и даст познать и полюбить себя И словами, и речью Стало быть, в сокровенном мире мы должны познать его по его проявлениям Скажет путник И его сердце проникнет в этот мир А глазами разума он увидит Ярко проявляясь везде и во все времена В сокровенном мире господствует истина Божьих откровений Свидетельство о существовании и единстве Создателя Более сильное, нежели свидетельство Вселенной и Созданий Исходит из истин божественных откровений и вдохновений От знающего все скрытое Он не ограничивает себя, свое существование и единство Лишь свидетельствами своих созданий Но и сам говорит достойным себя извечным словом Слова того, кто своим знанием и могуществом Везде и повсюду присутствуют, бесконечны Смысл его слов сообщают о нем А его речь дает нам знать о его атрибутах Да И путник узнает, что благодаря достоверным сообщениям Ста тысяч пророков мир им Сходны в том, что все они удостоены откровений А также благодаря знамениям и чудесам священных книг И небесных свитков, пользующихся признанием Служащих справочником и путеводителем Для большей части человечества И являющихся плодами Божьих откровений И засвидетельствованным словом Господа Факт Божьего откровения стал абсолютно бесспорным И путник поймет, что на этот факт указывают пять святых истин Первое Говорить в соответствии с разумением и пониманием человека Это милость Господа Да, дающий возможность говорить всем своим обладающим душой созданием И знающий их разговоры Конечно, и сам будет участвовать своей речью в их разговорах Что является необходимостью Божественной заботы Вторая Тот, кто ради того, чтобы позволить познать себя С неисчислимыми составными элементами сотворил этот мир От начала и до конца наполнил его чудесами И совершенство которого провозглашают тысячи своеобразных языков Конечно же, и своей речью поведает о себе Третья Божественному созиданию подобает ответить своим словом На молитвы и благодарности истинных людей Избранных среди всех созданий И являющихся самыми нуждающимися, хрупкими и жаждущими среди них Так же, как он отвечает им своими деяниями Четвертое Способность говорить Которая является одной из самых насущных потребностей И одним из самых ярких проявлений знания и жизни У Создателя Обладающего всеобъемлющим знанием и вечной жизнью Разумеется, будет всеобъемлющей и вечной Пятое Тот, кто дал своим самым любимым Нежным, беспокойным, бедным, бессильным И самым нуждающимся в опоре и обеспечении своего покровителя И Господина Созданием, то есть людям Беспомощность и желание Бедность Нужду и тревогу за будущее А также любовь Конечно, своим словом сообщит им о своем бытии Что является необходимостью божественности Итак Все небесные откровения заключают в себе божественную милость Извещение Господа о себе И его ответ на молитвы и просьбы своих созданий Его речь и сообщения о своем бытии И в совокупности Они указывают на существование и единство Необходимо сущего Господа И наш путник поймет Что это является таким доводом Который сильнее свидетельства солнечных лучей О существовании Солнца Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому